Дождались. В Оренбурге состоялась большая премия «Люди года Золотой Кит». Организаторы проводят ее только во второй раз, но уже умудряются называть ежегодной и даже традиционной. Но немногим оренбуржцам понятно, для чего она нужна в нашем городе. Давайте попытаемся разобраться. Такая премия в любом случае позволяет людям пообщаться лишний раз, тем, кто занят в бизнесе, тем, кто творит у нас в городе великие дела. Премия нужна для того, чтобы люди могли увидеть друг друга, ближе познакомиться, найти какие-то общие интересы. И в дальнейшем они могли уже в процессе своей деятельности делать какие-то совместные проекты. И все это должно служить на пользу обществу. Настроение замечательное. Премия возъяснительная. Много красивых людей, много знаменитых людей, известных. Очень приятно находиться в этой обстановке. Само по себе интересное мероприятие, светское событие, где собираются не просто оренбуржцы, а известные оренбуржцы. Это бизнесмены, политики, известные меценаты, культурные деятели, руководители общественных организаций, ассоциаций, спортсмены, театральные деятели и так далее. Значимость этой премии зависит от того, как она будет развиваться дальше. Я максималист. Я считаю, что она должна перейти, как звучит Грэмми, Ника. Вот так же звучит. Золотой кит, Оренбург. Статуэтки золотого кита вручили в 12 номинациях. Победителей выбирали эксперты премии. Так, социальным проектом года стала акция «Бессмертный полк». Спортивным событием – выход в премьер-лигу футбольного клуба «Оренбург». А культурным событием – концерт детского хора «Новые имена» на Красной площади. Как известно, доброта и красота спасут мир, но еще и искусство. Звание «Человека года-2016» эксперты присудили Константину Парикоже, летчику, спасшему пассажирову в Доминикане. С подробной информацией о победителях и номинантах премии «Люди года. Золотой кит» можно познакомиться на сайте orinpremia.ru.